Девушки отдыхают Девушки отдыхают Герой России Тимур Абакидзе В 1992 году он увел с собой на Северный флот Большую часть единственного в бывшем СССР Авиационного полка палубной авиации Люди вместе с семьями отправились в неизвестность Где не было ясности ни с зарплатами, ни с жильем Потому что необыкновенно верили в своего командира Оркестр прощания славянки! Есть! Это программа «Легенды армии» и я Александр Маршал Когда офицеры, не захотевшие принимать украинскую присягу Уже готовились к перелету на Север Националисты стали угрожать расправы их семьям Которые оставались в Крыму Тогда Тимур Абакидзе пришел в их штаб-квартиру Достал пистолет и положил на стол Вы меня знаете, сказал он Если с нашими семьями что-то случится, вам не жить Для него защищать родину значило защищать семью, товарищей и весь народ Рискуя карьерой, благополучием и даже собственной жизнью Таков был легендарный палубный летчик номер один Герой России Тимур Абакидзе В художественном фильме «72 метра» поступки главного героя – бесконечный предмет обсуждений Неясно, стоит за такое хвалить или наказывать Хулиган он ваш этот Янычар Была б моя воля На Гену ничьей воли не хватило То, что проделал строптивый командир подлодки На военном языке называется демонстрацией флага Это один из элементов постоянной борьбы за мировой океан В 1995 году Во время средиземноморского похода авианосца адмирал Кузнецов Авиация НАТО вела себя агрессивно Однажды пара американских F-16 Села на хвост российскому самолету То есть взяла на прицел, демонстрируя свое превосходство Командир 57-й смешанной корабельной авиационной дивизии Герой России Тимур Абакидзе немедленно собрал летчиков Когда они вышли в море Ну, русский корабль появился Там над ним издевались просто Без разрешения подходили, фотографировали все В хвост заходили самолеты И потом Тимур собрал Вставил всем своим Говорит, поймите, что если в хвост зашел Значит, сбит вы представляете Великую страну Россию, вы должны быть на высоте С этого момента русские летчики стали жестко пресекать провокации Однажды Абакидзе со своим ведомым Приезжали к воде взорвавшийся натовский самолет Затем отпустили и жестами показали Если мало, выходи снова на бой с любым из нас Натовский пилот, включив форсаж Улетел подальше от этих сумасшедших русских Провокации прекратились Российские летчики во главе с Тимуром Абакидзе Сумели доказать, что с ними нужно считаться Это один из редчайших Уникальных командиров Которые учили людей Не делай, как я сказал А делай, как я Он те же требования перекладывал А то может даже и больше требований К себе самому Тимур Абакидзе родился в Грузии Но волею судьбы считал своей малой родиной Североморск Именно туда отправилась его мама после развода Тимуру тогда был всего год Вообще в Грузии Абакидзе это княжеская фамилия Да, так и есть Так и есть Тимур там никогда не кичился Хотя вот даже сына Женьку там Грузина говорит Эй, князь К нему так обращается Удивительно Ну есть такое, да В Североморске жила семья брата мамы Морского офицера Дядя Коля стал для Тимура примером во всем Так что, казалось, у мальчишки не будет трудностей с выбором профессии Он и в самом деле поступил в Ленинградское Нахимовское училище Однако в душе его боролись две страсти К морю и к небу Когда он маленький был, они в самолете летели И в кабину его посадили самолеты И вот тоже он увидел это небо И он говорит, бывает такие, чтобы один летчик летел в кабине Да, бывает Говорит, ну вот это мне подойдет Выпускники Нахимовских училищ автоматически направлялись в военно-морские учебные заведения Но Тимур Апакидзе написал письмо на имя главкома военно-морского флота С просьбой распределить его в летное высшее военное училище Очень хочу стать морским летчиком, писал он в письме Торжественно вам обещаю, что по окончании летного училища вернусь во флот Это кажется невероятным, но просьбу Нахимовца Апакидзе действительно рассмотрел сам адмирал Горшков Из главного штаба ВМФ письмо Тимура вернулось с его личной резолюцией Отправить в Ейское училище Своё слово Тимур сдержал После окончания летного училища он стал морским летчиком Уже в первые годы службы в штурмовом авиационном полку Балтийского флота Тимур Апакидзе заслужил славу бесстрашного мастера пилотажа Как раз у мамы его день рождения, мы стол накрыли, его ждём, он опаздывает Думала, что ж такое, ну нет и нет, нет и нет Ну пришёл и такой какой-то вот весёлый, радостный, возбуждённый прямо И у нас всё прошёл вечер замечательно, весело, хорошо Спустя три недели у меня на пороге появляется мужчина Представляется, что он корреспондент Красной Звезды Говорит, расскажите, пожалуйста, что было вот там в полёте, что вы знаете Я не знала ничего Оказалось, что в тот день у самолёта Су-17, который пилотировал Тимур, отказал двигатель Апакидзе и его штурману приказали катапультироваться, но внизу был город И Тимур принял решение возвращаться на аэродром Вот так они в полной тишине пикируют на эту полосу Он говорит, меня на земле все просто похоронили, просто смотрели и ждали, что сейчас будет конец Никто даже ни команды никакой не дал, две выравнивают, две, что вот так вот просто на какой-то интуиции На каком-то уже мастерстве своем вот так они в тишине этот самолёт посадили Со своей женой Ларисой Сибиряковой Тимур познакомился, когда ему было 13 лет Коренная москвичка Леся и ленинградец Тимур вместе отдыхали в Есентуках Ну вот сказать, что это такая вот сразу любовь, нет, ну это детство, это дружба Хотя Тимур вот вернулся в Москву, маме сказала, говорит, я встретил девочку, на которой женился А он такой маленький, кудрявый, глаза искрятся, весёлый такой, с ним здорово, с ним здорово было Считается, что отношения на расстоянии изначально обречены, но в любом правиле есть исключение Тимур и Лариса встречались 13 лет, пара часов, пара дней в год В какой-то момент он уезжал, я поняла, что я не хочу, чтобы он уезжал, чтобы мы были И я тогда уже стала вот настолько по нему скучать и страдать, просто его не хватало, всё, остальное уже всё стало не важно Однако сразу пожениться не получилось На первую регистрацию Апакидзе не смог приехать Служба Подали новые заявления, но когда истекли три месяца, выяснилось, что очередные учения вновь грозят сорвать свадьбу Спасли ситуацию друзья Тимура Приезжает в Москву Серёжка Степанов, он инженер, такой вообще потрясающий человек, сибиря, кумница такой Вот они с Тимуром там в Калининграде в одной комнате жили, он приезжает в Москву А на мне уже лица нет, потому что ну сколько можно, уже полгода, сколько можно Он так посмотрел на меня внимательно, говорит, я его привезу И он его привез, и приехали вдвоём, и мы собрались все друзья мои, вот самые близкие Так здорово было Карьера Тимура развивалась стремительно За восемь лет он прошёл путь от рядового лётчика до заместителя командира полка В 1983 году майора Апакидзе направили в военно-морскую академию имени Гречко В это время в Советском Союзе произошёл качественный скачок в развитии палубной авиации Наряду с самолётами вертикального взлёта и посадки, базирующимися на кораблях типа Киев, Минск, Новороссийск В настоящее время создаются самолёты укороченного взлёта и посадки с использованием трамплина и посадочного комплекса Эти самолёты предназначены для базирования на строящемся авианесущем корабле проекта 1143-5 Невского проектно-конструкторского бюро Идея авианосца с полноценными новейшими истребителями на борту заворожила Тимура Казалось, все его навыки и умения отточены именно для такой техники Тимур Андреевич сразу ко мне подошёл в САКах, видел новые самолёты, конечно, видел Нарисуй мне его, пожалуйста Тогда ещё не было ни в открытой печати, ни в закрытой, ни фотографии, ни рисунков, ничего Он мне сказал, что я, говорит, мечтаю летать именно с авианосца Я знаю, что у нас будут, где-то строятся Энтузиазм молодого слушателя Академии не остался незамеченным И вскоре Апакидзе рекомендовали на должность командира 100-го авиационного истребительного полка Этот полк был создан специально для освоения новейшей палубной техники для первого советского авианосца Его командиру, по сути, предстояло создать методику подготовки палубных лётчиков Это для нас был как неспаханная церина И Тимур вот здесь вот как раз занимал очень активную позицию Он выискивал тоже массу, значит, иностранной информации Он прочитал, значит, целую кучу тех источников, которые были доступны, скажем, по линии даже первого отдела Однажды мимо класса, где проводил занятия Тимур Апакидзе, проходил инспектор штаба морской авиации И в приоткрытую дверь комнаты увидел экран телевизора А там бар девушки модельной внешности, да еще и музыка звучала фривольная Что за безобразие? Чем вы тут занимаетесь? Задохнувшись от возмущения, рявкнул инспектор Личный состав просматривает фильм «Топ-ган», спокойно отрапортовал Апакидзе Изучаем методику подготовки американских палубных лётчиков Инспектор в результате остался и с огромным интересом наблюдал Как новоиспеченный командир полка создает школу воздушных асов Которые намерены ни в чем не уступать выпускникам знаменитой Американской военно-морской школы «Топ-ган» Вершиной подготовки Апакидзе считал групповые маневренные воздушные бои На предельно допустимых высотах Вскоре жители крымского города Саки стали свидетелями Настоящего воздушного шоу И вот представляете Саки Курорт Море Пляж Лето И тут над аэродромом у всех на виду Пара на пару Или звено на звено Пара МиГ-29-х воюет с парой Су-27 Или Л-29 Все на виду Ну и вы представляете Как зрители восхищенно смотрели Не надо никакого Макса Не надо никакого другого зрелища Все это на глазах Слава о Тимуре и его команде Как в шутку окрестили командиры и летчиков сотого полка Быстро разнеслась по всем советским ВВС Амбициозные молодые пилоты со всей страны Тайком от собственного начальства приезжали к Апакидзе проситься в полк С Таганрога мы своими машинами туда приехали И сразу попали на полеты И было это впечатляющее зрелище Поскольку Отрабатывали высший венец подготовки Летчики полка Это маневренный воздушный бой на малой высоте групповой Су-27 против МиГ-29 Это впечатляющее зрелище было Оно заворожило моментально И мне все сомнения отпали Что я прибыл именно туда, куда я хотел Апакидзе хорошо понимал энтузиазм молодых пилотов Но у него были собственные критерии отбора в полк Не предусмотренные никакими руководящими документами Летный состав, который хотел у него служить в полку Он писал расписку Три требования, обязательные к исполнению Если хотите служить в моем полку Это не курить, не злоупотреблять спиртным И заниматься рукопашным боем Занятия каратэ были обязательными для всех летчиков сотого полка Тимур Апакидзе видел в этих занятиях Продолжение своей методики подготовки воздушных бойцов Он говорит, ну рукопашным боем я никогда не научусь Он говорит, подожди, я тебя учу не для того, что ты был профессионалом-каратистом Ты никогда им не станешь Здесь вырабатывается воля, здесь вырабатывается характер И умение стоять за себя В том числе это переносит умение и желание в воздушном бою Когда надо стоять до последнего Сам Тимур увлекся каратэ еще будучи курсантом ейского училища И к началу 80-х считался признанным мастером единоборства По праву носившим черный пояс В каждом гарнизоне, где служил Он обязательно организовывал секцию каратэ для детей Дети его обожали, ну так же, как и родители Он с ними поступал сурово Так, ну-ка принеси дневник Какие у тебя оценки? О, у тебя тройка, надо бы еще и двойка проглядывать Все, на занятия не приходи, до тех пор, пока они увижу четверку У самого Тимура было двое детей В 1983 году на свет появился первенец Вопреки ожиданиям не сын, а дочка Маша Он ждал, что у него сын родится И все были ему уверены, а как иначе? Конечно, сын каратист Вдруг девочка родилась Он три дня никому не говорил, что у него дочка Но потом, когда этот ребенок стал расти И какая она росла Все, ну тут любовь была просто безусловная Он назвал ее НУРС Неуправляемый реактивный снаряд Сын Жени родился через пять лет В 1988-м Тимур ценил каждую минуту, проведенную с детьми Быть может еще и потому, что этих минут было крайне мало Для него, для командира, вот кроме летной работы, авиации, неба и военно-морского флота Практически ничего не было Еще место какое-то занимала семья в его жизни А остальное просто у него на другое время не хватало Он даже розетку приглашал товарищей, чтобы прикрутили Не потому, что он не научился его прикручивать Ему времени не было на это учиться Прикручивание розеток, лампочек и всего остального В ноябре 1989 года В период проведения летно-конструкторских испытаний Впервые на палубу крейсера Произвели посадку корабельные истребители Су-27К и МиГ-29К Испытания практически подтвердили возможность посадки на полетную палубу И взлета с корабля проекта МФ-43-5 Самолетов с обычной аэродинамической схемой Человек, которого на этих кадрах качают на руках Летчик-испытатель Виктор Пугачев Именно ему после пробных взлетов и посадок Предстояло обучить этому строевых летчиков Одним из первых Пугачев включил в группу подготовки Тимура Апакидзе Как бы его фамилия мне была слышна еще Вот в те курсантские А в мою бытность Годы Летчика-инструктора Поэтому Сомнений в его летной подготовке Значит, ни у меня, ни у кого вообще-то не было Однако в 1989 году Карьера Апакидзе едва не пошла под откос Неожиданно для всех Тимура сняли с должности командира полка Из-за летного происшествия Когда во время учебного бомбометания Столкнулись два самолета Л-39 Летчики первого катапультировались Экипаж второго продолжил полет на поврежденной машине Тимур Владимирович услышал Прыгнул в самолет Взлетел Подошел, пристроился к нему Осмотрел сверху, снизу Есть там повреждения По-моему, на крыльях Ну, где-то есть повреждения Но он дает им команду Набрать там высоту полторы тысячи Снизить скорость Выпустить шасси Выпустить закрылки Ну, то есть сымитировать Взлетно-посадочное положение То есть можно ли зайти на посадку или нет Во время выполнения маневра Поврежденный самолет сорвался в штопор Тимур сопровождал гибнущую машину До самой земли Непрерывно выкрикивая в микрофон Команду на катапультирование Он так кричал ему Это было бесполезно Когда он наконец привел команду Вот эту исполненную команду на катапультирование Уже было поздно И они оба погибли Тимур себя очень винил Ну, вообще он всегда В первую очередь во всех ситуациях себя винил Хотя вины, по сути, его никакой не было Тимура отстранили от полетов И назначили начальником патруля по гарнизону То есть выполнять обязанности Которые обычно доверяют прапорщикам И когда Тимура сняли Ну, в общем-то, у него началась такая очень Черная полоса Потому что, он говорит Я в какой-то миг вдруг понял, что я никому не нужна Ни стране, никому Потом сказал, говорит Если бы не мама, не ты Я не знаю, что со мной было бы Без сомнения, то была минутная слабость За возвращение в строй этого летчика С уникальными навыками и опытом Хлопотало немало людей В том числе испытатели Которые готовили летчиков для авианосца Мне пришлось несколько раз вообще, говоря Приезжать командующим авиации Игнать Пашу Потапову С этим списком И мне пришлось его немножко убедить В том, что на них можно будет возложить задачи Вот, значит, по билетолке уже Палубных летчиков Вот, на Тимура его можно было возложить Без никаких сомнений Апакидзе был вновь включен в состав группы Для прохождения обучения взлета и посадки На палубу авианосца Он был как никогда близок к своей мечте Когда оказался На волосок от гибели Это случилось 11 августа У меня умер папа Я поехала в Москву И мама Тимура Вся расстроена Она говорит Тимур, не надо тебе сегодня летать Вот так вот она его умоляла Вот, ну, он полетел Потому что это Отменить ничего нельзя было Никаких видеозаписей в тот день Никто не делал Но есть съемка аналогичной Нештатной ситуации Которая случилась во время полета Испытателя Романа Тоскаева На МИГ-АТ Порт 8-1 Отказ СДУ Так, вот и приехали Отказ СДУ Резерва СДУ Я могу сойти с углов атаки Ручка в опоре от себя Отказ СДУ Акапультура 6-71 6-81, я вас понял Предельный угол атаки Перегрузка предельная Пожар правого двигателя Позже эксперты вычислят Апакидзе катапультировался Всего за 4 секунды До падения самолета Когда раскрылся купол парашюта Летчик увидел Что его несет воздушным потоком Прямо на горящие обломки истребителя Каким-то чудом Тимуру удалось увернуться И избежать гибели Его действия были совершенно безупречны В этой ситуации Несмотря на малую высоту Он успел сделать то и доложить Хотя положение самолета Было уже Вниз головой Вот в этом положении Он сумел Еще включить резервное управление А поскольку это не помогло То покинуть самолет За что ему честь и хвала Комиссия выяснила Самолет потерял управление Из-за отказа системы управления Однако нашлись и те Кто настаивал на вине пилота И требовал исключить Апакидзе из корабельной программы Там все вот начали Кто-то Видите Нельзя того-сего По-моему героические слова Потапа Васильевна Камышков Это мой самолет Мой летчик Все Необходимо продолжить И это было конечно Правильное решение Отпевайте Между тем Накануне развала Советского Союза В республиках Постоянно усиливались Националистические настроения Командование Черноморского флота По избежанию захвата Крейсера Тбилиси Украинскими националистами Отдало приказ Перебазировать его Из Феодосии В Севастополь Корабельную программу Для летчиков Нужно было форсировать 26 сентября 1991 года Подполковник Апакидзе Заканчивал Обычный тренировочный полет Насколько в трубку Подожди Выпускай гаг Будем садиться Не знаю Что он Но опять же Он понял Спокойно Совершенно отвечает Выпускает шасси Гаг Докладывает Выполняет Третий-четвертый Разворот Заходит Каванир На этот раз посадка Федишеры готовность Установка Двадцать с половиной тонн Первый федишер готов Установка Двадцать с половиной тонн Третий федишер готов Первый федишер готов Четвертый федишер готов Да Машина готова Самолет на глицании Идет в желтой-зеленой зоне Удаление два Справа три На курсе красно-зелен Удаление полтора В желтой-зеленой зоне Удаление один В зеленой зоне Удаление пятьсот Хорошо Гасание Есть Это кадры Совсем другой посадки На палубу авианосца Той самой С которой началась Северо-российской Палубной авиации Не запечатлел никто Не было и криков Ура Торжественной встречи Было лишь Осознание Значимости момента Никто тогда И предположить не мог Что вскоре События поставят Под вопрос Само существование Отечественной Палубной авиации Товарищи подводники Сегодня Наконец Мы можем Сказать Что свершилась Вековая мечта Украинского народа Теперь мы свободны Нам Гражданам свободной Украины Принадлежит Это море Это солнце И это благословенная земля Эта сцена Один в один Схожа С нашим полком И Не приняли эту присягу Из двух полков И из целого центра Из летного состава Большое количество людей Всего через месяц После посадки На палубу самолета Апакидзе Авианосец Тбилиси Будет тайно Выведен из Крыма И отправится На северный флот Операция по угону Была столь секретной И стремительной Что на берегу Осталась часть Команды корабля И весь сотый полк Палубной авиации От них Украинские власти Разозленные Потерей Самого ценного Корабля Черноморского флота Потребовали Немедленно Присягнуть На верность Незалежной Летчикам То сулили Золотые горы То угрожали Преследованиями И даже расправой Дом Апакидзе В то время Превратился в штаб Куда днем и ночью Шли люди С одним вопросом Что делать У Тимура Вообще Вопроса даже не было Как может офицер Давать Еще одну присягу Ну как Если он один раз Присягнул В своей стране У него вопросов Не было Он русский человек Он русский офицер И Но дело даже Не в том Что он русский Вот он по духу своему Ему родина дала крылья Как он может Вообще изменить Он говорит Это было равносильно Самому себе 8 апреля 1992 года С третьей попытки Примерно Треть личного состава 15 летчиков И 45 военнослужащих Инженерно-технических Служб Были приведены К присяге На верность Независимой Украине С этого момента 100-й корабельно-истребительный Полк Формально Стал украинским Остальным Было предложено Немедленно Покинуть Территорию Незалежной И Тимура вообще Хотели так вот С позором выкинуть С территории Крыма Он Обращается Генералу Стрельнику Который командовал Тогда В Киеве Они Господи Они в одной кабине Самолета сидели Это все Одна школа И говорит Так Мы никого Не предавали Мы выполняли Свой долг Разрешите нам Уйти С развернутым Знамением С построением И он Разрешил Это кадры Прощания Летчиков С сотым полком 10 апреля 1992 года Для Тимура Апокидзе Оно стало Личной трагедией Уезжай отсюда Я забираю Частицы полка И мы продолжим Там то Ради чего Этот полк Был создан Тем кто остается Здесь Поймите меня правильно Осуждать В текущей обстановке Безнравственно И очень я хочу И желаю Чтобы никогда Нас не заставили Наши политические вожди Смотреть друг на друга Через перекрестие Прицел Вместе с Тимуром Апокидзе 25 летчиков И более сотни Военнослужащих Инженерно-технического Состава Улетели на Северный флот Где у них Не было ничего Ни жилья Ни должностей Ни имущества И все же они Предпочли Последовать За своим командиром Какие-то Бытовые Неудобства Связанные С перемещением На север С составлением Теплых квартир В Крыму Они не пугали Командир был Как-то Прожектор Освещал этот путь Становлением И за ним Было легко Но без своего Авианосца Они были Обычными Морскими Летчиками А потому Скучали И жадно Ловили Новости О его Судьбе В середине 90-х У руководства Страны Неожиданно Возникла Идея Продать Единственный Авианосец Тбилиси Переименованный К тому времени В адмирала Кузнецова Дескать Обходится Он дорого А летчиков Способных Взлетать С палубы И садиться На нее Нет Чтобы его спасти Было принято решение Командованию морской авиации И командованию Военно-морскому флоту На то время Надо Чтобы корабль Заработал По своему предназначению А этот что? Это значит Должны там Работать летчики Это был серьезный риск Летчики были Еще недостаточно Подготовлены Но Тимур понимал Если не вмешаться Сиюминутные выгоды Лишат страну Стратегически важного Инструмента Влияния в будущем И он Обратился К своим летчикам И вы готовы ли Жизнь отдать За Российскую Федерацию? Фактически У нас тогда На тот год Налет был Ну катастрофически малым Но Командир На самом деле Рисковал И риск В общем Себя оправдал Он угадал Не угадал А просчитал Что мы выдержим Это дело В августе 1994 года 10 летчиков Под командованием Тимура Апакидзе Выполнили посадку На палубу Адмирала Кузнецова Вопрос о продаже Единственного авианосца Был снят Благодаря Апакидзе Поставившим В 1994 году На карту Свою карьеру У России Сегодня Есть авианосный флот Без которого Немыслимо Ни одна Крупная Океанская держава Поставка на авианосец М 70 км в час С ‑ До нуля Всего за секунду На летчика В кабине Это как столкновение С бетонной стеной На скорости 40 км в час При этом Он должен быть готов В любую секунду Дать полный газ И уйти на второй круг Таких посадок У Тимура Апакидзе Было Вдумайтесь 283 Ни один морской летчик Летчик России Пока не достиг Подобного результата 17 августа 1995 года за мужество и героизм, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники, указом президента России генерал-майору Тимуру Апокидзе было присвоено звание Героя Российской Федерации. В декабре того же года тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» отправился в первый океанский поход. Американцы, считавшие себя единоличными владельцами мирового океана, прислали радиограмму «Добро пожаловать!» С русского корабля прислали ответ «Мы пришли к себе домой!» Где-то в Атлантике вышли наши Ту-22-е, значит, навстречу. И, значит, когда увидели рядом не там «Фантомов» или «Ф-18» корабельных, а «Су-33», «Су-27» корабельных со звездами, ну, значит, передали туда, значит, «Шикамайша», нас сопровождают, наши летчики. Здорово было! Во время этого похода Тимур Апакидзе в составе российской делегации посетил авианосец «Америка». Специально для российских гостей американцы устроили показательное шоу. Это когда там за 15 минут самолет в 50 залетело, ну, говорит, это был шок просто, то, что произошло. Как это все организовано, как здорово! Он вообще потрясен был всей этой организацией. Зато русские летчики поразили американцев своим личным мастерством. Тимур Апакидзе поднялся в воздух на американском самолете «Викинг-С-3». И когда они взлетели, летчик дал управление Тимуру, ну, и Тимур стал крутить все теплотажи. Вот, переводчица забыла русский и английский, все забыла. Летчик ему только показывал курс, высота, там все это, Тимур все это отключил. Говорит, я легко сел на палубу, а потом мы предлагали американцам сесть на нашу мастерство. Но это очень сложно, они рисковать не будут. В 1998 году Тимур и Апакидзе направили учиться в Академию Генерального штаба. Это были сложные годы. Страна переживала тяжелейший экономический кризис. Это полное безденежье, потому что ничего не было. Он даже какое-то время работал, учаясь в Академии, работал охранником в частной фирме. Ночью там сидел, его запирали, потому что хоть как-то что-то заработать. Еще его не брали, потому что, а, генерал – герой России. Нет, охранники мы не возьмем, боялись чего-то. Знаете как? После Академии генерала-майора Апакидзе назначили заместителем командующего авиации военно-морского флота России. Он взвалил на свои плечи колоссальный груз организационных проблем, но продолжал сам летать. 17 июля 2001 года было задумано отметить 85-летие морской авиации. Тимур Апакидзе решил провести грандиозный воздушный праздник, чтобы привлечь внимание руководства страны к этому виду вооруженных сил. Я буквально накануне встречался с Тимуром Таделовичем. Я говорю, ну, Тимур, ну как ты, это самое, как, чего? Он говорит, Пагин, я, говорит, устал очень сильно. И сейчас, говорит, на меня, говорит, столько, говорит, набросилось, ну, дело. Вот это вот 85 лет морской авиации. Ведь помимо летной подготовки, все, я, говорит, и организатор по встрече гостей, там, по размещению, по организации. Тот день, 17 июля 2001 года, был полон дурных предзнаменований. По дороге на аэродром, перед машиной, на которой ехала Апакидзе, на дорогу выскочила женщина. Тимур успел затормозить, но все равно толкнул пешехода. Затем на самолете, на котором знаменитый пилот тренировал показательную программу, неожиданно произошел отказ. Словно сама судьба посылала предупреждение. Но Тимур решил выполнить программу на другой машине. Каскад сложнейших фигур, на которые способны лишь несколько летчиков в мире. Разворот и последний проход над полосой. Имитация захода на палубу корабля. Тимур выполнял этот маневр сотни раз и в гораздо более сложных условиях. Катастрофа произошла около полудня в трех километрах от аэродрома под городом Остров Псковской области. На глазах тысяч зрителей, которые пришли на авиашоу, посвященное празднованию 85-летия со дня создания военно-морской авиации. После расшифровки черных ящиков, эксперты правительственной комиссии возложили вину за катастрофу на пилота. Хотя достаточных доказательств представлено не было. И о причинах катастрофы выразились слишком обтекаемо. Я сам смотрел расшифровки тестерограммы. Для меня, например, непонятно, почему морской летчик, палубник, который привык и обучен именно его школе, держать скорость плюс-минус 5 километров в час. Почему он, потеряв за сотню километров, меньше, не увидел этого, я не знаю. Никто до сих пор ответить на этот момент не может. В 2015 году летчики Северного флота ходатайствовали, чтобы именем Тимура Апакидзе был назван новый полк палубной авиации. Но, пожалуй, главным памятником легендарному АСУ служат сами летчики палубной авиации, взлетающие в небо с авианосца. Когда мы даже женились, он говорил, он мне даже условия поставил. Если со мной что-то случится, ты выходи замуж. Я кивнула, но этот пункт я не выполнила. Я не могу это сделать. Я не могу себя вдовой называть, почему-то я называю жена. Я даже паспорт, когда получила новый, я принесла свидетельство о браке, мне туда Тимура вписали. Все равно со мной. Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», совершив поход к берегам Сирии, стал мощной базой, с которой летчики палубной авиации участвуют в борьбе с террористами. В том, что Россия сохранила такую возможность бить врага в его логове, заслуга и легендарного летчика, героя России Тимура Апакидзе. Он стал легендой армии не только потому, что был одним из лучших летчиков конца 20 века и талантливым командиром, создавшим Отечественную школу палубных пилотов. Главное, Тимур Апакидзе во все, даже самые смутные времена истории, ни разу не изменил своим принципам и своему долгу. Редактор субтитров А.Семкин